Стратегия старта Старт – это один из веселых моментов, когда вокруг такая неразбериха, сердце колотится, потому что это старт новой гонки. И когда на стартовой линии около сотни гонщиков, и ты ищешь чистый ветер, и стараешься не заехать за линию, все довольно сумбурно. Важный прием – это предстартовый список. Собери информацию о погоде и ветре, и что с ними будет во время гонки. Испытай дистанцию, найди все знаки и составь общий план гонки. Спланируй стратегию на старте и ознакомься с линией старта. Наблюдай за стартом других флотилий, и если надо, измени свой план. Прежде всего, прикрепи свои часы ближе к своему лицу, на чем-нибудь вроде лямки на плече. Так, чтобы часы было видно и слышно их сигналы. Хорошо, когда часы здесь, а не здесь, потому что иначе их не видно из-за того, что ты все время в движении. Для меня, для хорошего старта, надо выйти туда рано. Я должен хорошо знать дистанцию, и когда я знаю, что старт состоится, я подхожу близко к знаку. Ты хорошо слышишь сигнал и видишь флаг, постарайся хорошо позабавиться. Следующий момент – это надо проверить, если линия старта стоит под прямым углом к ветру. Сначала проверь стартовую линию с приятелем, у которого такая же скорость. Стартуешь левым, он правым галстом, вы сходитесь у знака и выясняете, какой конец выгодный. Задача в том, чтобы пройти как можно ближе к выгодному концу стартовой линии, но не оказаться в середине толпы у знака, где нет чистого ветра. Нужно оказаться поближе, но иметь чистый ветер. Если стартовая линия нейтральна, то лучшее место для старта будет посередине. Во-первых, там никого не будет, обычно больше народа или у знака, или у катера. Если у тебя хорошая скорость, и ты хорошо знаешь дистанцию, ты можешь стартовать в середине. Имей ориентир на берегу вдоль стартового створа, чтобы быть около линии. И имей преимущество отсутствия толпы в прогибе в центре линии. Прогиб линии – это линия, проведенная по носам лодок в момент сигнала. Я заметил, что участники в середине находятся дальше от стартовой линии, чем по краям. Это происходит потому, что, во-первых, люди не знают, где стартовая линия находится. Во-вторых, менее уверенные гонщики стартуют в середине, потому что они думают, что это не самое лучшее место старта. Они думают, что лучше на краях стартовой линии. Но большинство лучших райдеров, обычно стартующих ближе к середине, когда оба конца линии равнозначны, используют суперчистый ветер, и один из них точно будет первым у верхнего знака. Следующий пункт моей стратегии – это подход к стартовой линии за минуту до старта. Я решаю, как я пройду мимо судейского катера, где я найду себе место на старте, так чтобы при пересечении линии я создал бы себе открытое пространство. При большой флотилии с выгодной стороной у катера я не хочу быть около катера за 20-30 секунд. Я предпочитаю медленно проплыть мимо него за 50 секунд, маневрируя на хорошую позицию в первом ряду. При малой флотилии можно стартовать с небольшим разгоном, как на слаломном старте, так как будет больше пространства. При старте в сильный ветер ты должен начать двигаться несколько раньше, так как потратишь время на то, чтобы начать идти на ветер. Стратегия старта. Стратегия на первом галсе будет определять, с какого отрезка стартовой линии лучше стартовать – левой, средней или правой. Определи, как поставлены стартовые линии и с партнером найди, какой конец выгодный. Спланируй подход к старту по времени. Тактика старта. Ты должен найти ориентир на берегу, на одной линии со стартовым створом. Зайди за судейский катер, совмести катер со знаком, и найди что-нибудь заметное вдоль этой линии на берегу. Теперь тебе не надо оглядываться все время на катер около стартовой линии. Тебе только надо совместить буйство с твоим ориентиром на берегу, будь это дерево, дом или водокачка, и ты будешь знать, где стартовая линия, потому что тебе нужно все время знать, где она находится, и быть в переднем ряду. Это может быть и какой-нибудь буй в океане. Если хочешь быть еще более уверен, то можно найти второй ориентир для противоположного конца стартовой линии. Зайди за знак, совмести его с судейским катером, и найди ориентир на противоположном берегу. И это даст тебе более точное представление, где ты находишься относительно стартовой линии. Я люблю засечь, сколько времени у меня займет пройти из конца в конец вдоль всей стартовой линии. Для меня лучше всего походить вдоль линии 3-4 раза до старта, освоиться с ней, знать, как она проходит. Когда я хорошо стартанул, я иду с уверенностью, и не даю другим участникам сбить меня с толку. Кто-то будет кричать на тебя, не поддавайся, сосредоточься и вперед. Постарайся образовать пространство в 2-3 корпуса, куда ты увалишься за 10 секунд до выстрела. За 15 секунд набери максимальную скорость и защищай это пространство. Не давай другим войти в него. Наваливайся на них по ветру и сдерживай тех, кто сзади. Не смотри, что другие участники делают. Играй в свою игру на старте. Между 15 и 5 секундами ты уже не должен ни с кем бороться. Наоборот, ты должен замедлиться и не идти в толпе. Потому что если ты пойдешь с толпой, то ты будешь в невыгодном положении. Если ты притормозишь, то ты откроешь и увеличишь пространство ниже себя, с чистым ветром, наготове к старту. И это самое лучшее. Меньше народу вокруг и можно расслабиться. Самая важная для меня вещь на старте – это чистый ветер. Найди чистый ветер для старта. Супер чистый ветер. Самая правильная позиция, не самая лучшая, но обязательно чистый ветер. Это самое главное для меня. Я совершенно убежден, что я не люблю стартовать рядом с ребятами, кто я знаю, идет быстро. Потому что как только я начну терять чистый ветер, я проиграю больше, чем более легкий гонщик. Поэтому я всегда ищу мою собственную позицию, веду мою собственную гонку. Если линия старта более-менее равнозначна, я стараюсь уйти от толпы и стартовать одному, выйти на глис, около 10 секунд до сигнал и полетел. Итак, ты составил план гонки. Теперь, в зависимости от твоей скорости, ты этот план должен скоррегировать. Допустим, ты определил, что выгоднее стартовать у знака, но проблема в том, что все топ-гонщики пошли туда, и там у знака будет толпа. Если ты знаешь, что ты не можешь за ними поспеть, то не имеет смысла идти к знаку, так как ты отстанешь от них после сигнала. Они идут вперед, и ты стартуешь позади и проиграешь большое расстояние. При таком раскладе иногда лучше стартовать в середине и даже выше, где есть чистый ветер. И это даст тебе стартовать лучше, чем на выгодном конце, где будут все остальные. Если много людей толпится у знака или у катера, я пытаюсь обойти вокруг и стартовать ближе к середине. После трех минут ты уже должен выбрать, с какой стороны пойти. Очень редко ты принимаешь решение поменять сторону после трехминутного сигнала. Ты должен подготовиться и найти промежуток между гонщиками. За минуту ты уже должен быть на линии и создавать себе пространство для старта. Обычно мне не нравится стоять позади всех на старте, когда все стоят на линии, и ты позади всех. Получается, что ты зависишь от человека, кто стоит перед тобой, чтобы он пошел и освободил пространство перед тобой. Есть люди, которые застревают на старте, и тогда у тебя будет плохой старт. Я иногда даже встаю на линии за 10 или 7 секунд до старта и стараюсь оттеснить людей по стартовой линии, так, чтобы у меня был хороший просвет, чтобы выстрелить до линии и набрать скорость. Создаю затор. То есть держишь остальных позади себя? Да, я их задерживаю и заставляю их пересечь линию. Они орут на меня. Это мой любимый трюк. Заставить тех, кто сзади, обойти меня сверху. И еще чуть смещусь на ветер, и потом смотрю, как они пересекают стартовую линию. После одной минуты, если я вижу, что там, где я хотел стартовать, слишком много народу, я изменяю немного тактику. Мне нравится оказаться на линии, где я хочу стартовать на полном ходу. Я иду на полной скорости, ниже всех примерно за 20 секунд до старта. И за 5 секунд я стараюсь найти дырку и выстреливаю между всеми. Но это может быть или идеальный старт, или полная катастрофа. Это вроде как 50-50. Здесь человек ниже меня, там человек выше меня, и становится тесно. За 30 секунд до старта тебе необходимо иметь достаточно пространства для разгона. Ты стараешься оттеснить назад человека выше тебя, не давая ему тебя обойти. И в то же время, ты даешь человеку отойти от тебя дальше, тогда у тебя есть хотя бы 10 метров для разгона. И ты пересекаешь стартовую линию на полной скорости, под хорошим углом. Нужно, чтобы впереди не было волны от других, и чтобы никто не закрывал тебе ветер. Здесь, на Канарах, ветер слегка переменчивый, и в основном я искал такие вещи, как, во-первых, за 10 секунд до старта найти волну, которую можно было использовать. Во-вторых, стартовая линия у знака стала более выгодной, особенно на более поздних стартах, и я постарался быть первым у знака. Это определенно дало мне хороший старт. Я думаю, в общем, для формулы надо занять место на линии старта и идти полным ходом за 10 секунд. И иметь хороший участок воды перед собой для разгона. Я знаю, при неудаче на старте я обычно опаздываю и даю преимущество или тому, кто ниже, или тому, кто выше меня. Надо видеть, что другие делают вокруг тебя. В Польше было немного по-другому, чем здесь, на Канарах. Больше участников на старте. Многие просто сидели на линии старта, и ветер был слабее, чем здесь. И было важно начать разгоняться раньше. Я пампал, как сумасшедший, с линии старта, чтобы подняться выше того, кто был ниже меня, чтобы найти чистый ветер и участок воды для разгона. Моя наиболее успешная стратегия старта при большом флоте это комбинация хорошего ориентира створ и старт в середине линии. Чтобы иметь лучший шанс найти чистый ветер сразу после старта, я люблю ускориться вдоль линии 5-10 секунд до сигнала в дырку ниже по ветру, которую я создал. И в последний момент с выстрелом привестись к ветру и улететь вперед с линии, чтобы сохранить это положение с чистым ветром. Мне нравится стартовать рядом с тем, кто медленнее меня. Если я стартую рядом с еще одним парнем из десятки сильнейших, то мне будет намного труднее получить чистый ветер с линии старта. И если я окажусь рядом с Майкой Бузианисом, ну тогда я отойду на два корпуса в сторону и буду ловить чистый ветер. Тактика старта. Первое. Найди ориентир на берегу и потренируйся, замеряя время и расстояние. Второе. Сделай тренировочные старты. Третье. Создай пространство ниже по ветру и защищай его. Четвертое. Сдержи ход и поотстань, чтобы защитить пространство. Пятое. Сохрани чистый ветер и остановись около линии старта. Шестое. Разгонись в дырку по ветру полным ходом. Седьмое. Стартуй рядом с более медленными досками. Продолжение следует... Продолжение следует...